Данная программа Смертельные генетические заболевания. Разрушающие личность, психические расстройства. Это все правда жизни или судьба, которую мы можем изменить. И за дня в день команда ученых в Сингапуре прикладывает все усилия, чтобы под микроскопами, при помощи стволовых клеток, сотворить чудо и решить давние проблемы. И это вселяет надежду. Команда лучших ученых. Технологии Творчество Мастерство Супернаука Здоровье – наше новое сокровище. И в борьбе за него нас готовы поддерживать некоторые страны Юго-Восточной Азии. Их оружие? Совсем крошечное, но действенное. Стволовые клетки Стабильная государственная поддержка, передовое оборудование и впечатляющие традиции сделали Сингапур самым благодатным местом для проведения исследований. В 1994 году профессор Ариф Бонгса и его команды из Национального университета Сингапура первыми в мире выделили эмбриональные стволовые клетки человека. Человеческий эмбрион. В 1995 году в двух сингапурских больницах произошло еще одно мировое достижение. Вылечили мальчика с гематологическим заболеванием при помощи стволовых клеток, выделенных из пуповинной крови. Это положило начало исследованию эмбриональных клеток по всему миру и превратило Сингапур в столицу медико-биологических исследований. Так что же такого удивительного в стволовых клетках? Это ремонтная бригада человеческого организма. Они образуют новые клетки, замещая уже погибшие в результате травмы или болезни. Хоть медицина и достигла огромных высот, но опасностей все равно много. Рак. Сахарный диабет. Лейкемия. Болезнь Альцгеймера. Врожденная сердечная недостаточность. Шизофрения. И это далеко не весь список. К счастью, способы лечения с помощью стволовых клеток открывают новые возможности и дарят надежду. Стволовые клетки омолаживают, дают жизнь новым клеткам, с участием которых и происходит исцеление. Пока практически все курсы лечения стволовыми клетками находятся на стадии исследований и еще не до конца опробованы. Но Сингапур продолжает задавать высокий темп в этой области. Это островное государство оказалось в центре всеобщего внимания благодаря своим исследованиям стволовых клеток эмбриона человека. Разгорелись очень жаркие дебаты по поводу их применения. В таких центрах медико-биологических исследований, как США и Германии, изучение стволовых клеток человеческого эмбриона по этическим причинам приостановлены. В Сингапуре же, напротив, стволовые клетки человеческого эмбриона. Здесь разрешены исследования эмбрионов, но только не достигших 14-дневного возраста. Потом эмбрион считается живым существом и любые манипуляции уже запрещены. Таким образом, в Сингапуре разрешено проводить исследования, но лишь соблюдая эти строгие правила. Благодаря подобной гибкости, по данному вопросу, в Сингапур начали стекаться ученые мирового класса. Один из них – доктор Аллен Колман, принимавший участие в клонировании овечки Долли в 1997 году. Проработав в разных частях света, в 2002 году он приехал в Сингапур. В США просто не оказалось в футбольной премьер-лиге, а вот в Сингапуре есть. Для человека из Великобритании это крайне важно. А если говорить серьезно, причиной приезда стал энтузиазм и готовность государства поддерживать определенные программы. Здесь для исследований нам предоставлено самое лучшее оборудование. На сегодняшний день Сингапур уже потратил на медико-биологические исследования примерно 2 миллиарда и 1 миллион долларов США. Это сулит светлое будущее изучению человеческих эмбриональных клеток. По-моему, стволовые клетки для терапевтических целей уже появляются на рынке, хоть и медленно. И мы хотим внести весомый вклад, сделать что-то значимое, чтобы помогать людям. Но ближайшая цель для доктора Холлмана и его команды – исследование стволовых клеток, как ключ к пониманию природы самих болезней. Сейчас идет изучение шизофрении. Шизофрении… Расстройство, связанное с появлением галлюцинаций. Классический пример – человек начинает слышать какие-то воображаемые голоса, которые заставляют его что-то делать. Такое состояние наблюдается при расстройстве центральной нервной системы. И доктор Джереми Круг, коллега доктора Холлмана, намерен основываясь на этих знаниях создать образцы клеток. Шизофрения – весьма распространенное расстройство. Инстрад дает около 1% населения планеты. И в плане лечения обществу оно обходится совсем недешево. Так может выглядеть снимок мозга человека, страдающего шизофренией. Зеленые точки – больные клетки. И доктор Круг хочет создать нечто вроде дубликатов этих вышедших из строя участков. Один из элементов – стволовые клетки эмбриона человека. Стволовые клетки человеческого эмбриона. Эти клетки изменены. В них добавлен ген, связанный с шизофренией. Изучая пораженные клетки, ученые смогут лучше понять природу самой болезни. И, возможно, определить лекарственное средство, способное привести дефектный ген в норму. Эти образцы помогут разработать новые методы лечения, лекарства для исцеления шизофрении, а также понять причины и патологию заболевания. Далее в программе. Если обычное бритье и даже футбол становятся смертельно опасными занятиями, простая пуповина может спасти жизнь и дать надежду людям с редкими гематологическими заболеваниями и серьезными травмами кожного покрова. Получив международное признание в области исследований стволовых клеток эмбриона человека, Сингапур продолжает поднимать планку. Предприимчивый ученый нашел новый источник стволовых клеток, что закрепило за стороной статус лидера в этой сфере исследований. Cell Research Corporation, сингапурская компания, недавно появившаяся на рынке, предоставляет клеточные штаммы, питательные среды и консультационные услуги для ученых и различных компаний по всему миру. В 2005 году она совершила настоящее открытие. Здесь, в родовой палате, младенец, главное действующее лицо. Но есть еще кое-что важное, что первым заметил один из основателей Cell Research Corporation, доктор Фан Туан Танг. Безусловно, самое главное – процесс родов, когда все внимание сфокусировано на ребенке и матери, поэтому все остальное и называется послеродовым. Но сингапурский ученый родом из Вьетнама. Доктор Фан обнаружил, что внешняя поверхность пуповины невероятно богата стволовыми клетками. Стволовые клетки из пуповины – это было что-то совершенно новое. Ранее их брали либо у взрослых людей, либо у эмбрионов. И находка доктора Фана стала совершенно неожиданным открытием. А он уже присмотрел еще один источник стволовых клеток. На самом деле, доктор Фан рассматривал плаценту в качестве материала для получения стволовых клеток. Но ему никак не удавалось получить оболочку плаценты, пригодную для этого. И прежде всего, потому что богатую сосудами плаценту было сложно разделить. Чтобы никого не пугать, скажем, что доктор Фан быстро нашел ей замену. Рядом с плацентой лежала пуповина. Они решили протестировать ее, а остальное вы уже знаете. Это открытие привело к немедленному оживлению в кругах ученых. Пуповина, в сравнении с другими источниками стволовых клеток, дает больше материала для работы. Скажем, вы ученый и хотите провести исследования на стволовых клетках, но их количество недостаточно. Тогда приходится либо выращивать их, либо ждать возможности приобрести еще. Со стволовыми клетками из пуповины все эти проблемы уходят в прошлое. Эта пуповина 55 сантиметров в длину. И в ней содержится около 6 миллиардов стволовых клеток. Открытие доктора Фана заметно облегчило жизнь ученым. Но и это еще не все. Используя стволовые клетки пуповины, доктор Фан разрабатывает лечение для людей с тяжелыми травмами кожных покровов, которые проживают во Вьетнаме. Результаты поистине впечатляют. Его лекарства – клетки кожи, выращенные из стволовых клеток. Их помещают на рану. Рана этого больного из Вьетнама с применением новой технологии затянулась за неделю. Стволовые клетки способствовали росту его собственных клеток кожи. Интересно то, что выращенные нами клетки изначально предназначались для увеличения грануляции, чтобы кожный трансплантат на поврежденных участках лучше приживался. Каково было наше удивление, когда уже у первых пациентов раны не только начали закрываться, но и совсем затянулись. Доктор Фан также готовит гель со стволовыми клетками для лечения сложных глубоких ран. Лечение спасло вьетнамского больного с сахарным диабетом от ампутации ноги. Кроме того, команда доктора Фана нашла еще одно удачное применение стволовым клеткам. Вне человеческого организма они быстро разрушаются. Доктор Фан разработал питательную среду. Погруженные в жидкость стволовые клетки лучше абсорбируют питательные вещества, а в ответ вырабатывают белки. И эти белки творят чудеса. Они восстанавливают кожный покров и могут использоваться в передвижных военных госпиталях для заживления ран. Стволовые клетки пуповины, как и все остальные, вырабатывают белки и таким образом поддерживают связь между собой. Белки способствуют делению клетки. Те восстанавливают недостающее и выводят ненужное. Уравновешивают среду, предоставляя возможность расти новым клеткам. Стволовые клетки пуповины широко используются учеными по всему миру. Доктор Коно Эльен ставит перед собой задачу найти средство лечения редкого заболевания крови, появляющегося у одного из пяти, а то и десяти тысяч новорожденных мальчиков. Футбол и другие активные игры – неотъемлемая часть жизни любого мальчика. На больных таким редким заболеванием, как гемофилия, подобные забавы нагоняют больше страха, чем веселья. При гемофилии нарушается процесс свертывания крови. И раны у таких больных кровоточат гораздо дольше. При тяжелой форме даже маленький порез может стать смертельным. У детей больных гемофилией кровь может пить очень долго. Но главная опасность при даже незначительных травмах, полученных, например, при игре в футбол, – это кровоизлияние в мозг. Две трети детей, страдающих гемофилией, приходится на развивающиеся страны. Ежегодный полный курс лечения стоит около 300 тысяч долларов, и мало кто может себе это позволить. Сейчас мы в состоянии держать болезнь под контролем, но есть в Сингапуре и те, кто ищет более действенные средства. Например, команда «Кон Оильен». При том виде гемофилии, который они изучают, один ген не вырабатывает вещество, способствующее свертыванию крови, так называемый фактор 8. Этот ген вырабатывает белок, необходимый для свертывания крови, так что без фактора 8 кровь может течь очень долго. При порезе начинает течь кровь. Но со временем кровотечение прекращается, образуется корка. Это наглядный пример свертывания крови, за который отвечает фактор 8. К сожалению, у гемофиликов этого фактора нет. И работа доктора Кон заключается в том, чтобы вживить его в стволовые клетки пуповины. Конечная же цель – пересадить эти измененные клетки в организм больного. Пока в исследованиях доктора Кон рано говорить о клинических испытаниях. Группа ученых проводит эксперименты только на мышах, страдающих гемофилией. Но результаты обнадеживающие. При пересадке стволовых клеток пуповины больным мышам признаков отторжения не наблюдается до 7-14 дня. Это очень важно, ведь наш организм тоже отторгает чужеродные ткани. Представьте, что наше тело – это вода. Если добавить в нее другое вещество, вода вытолкнет его на поверхность. Так же и наше тело отторгает инородные ткани. Но если в воду добавить жидкость, они смешаются. Опыты доктора Кон предполагают, что наше тело воспримет стволовые клетки пуповины аналогичным образом. Так что же такого удивительного в стволовых клетках? Весь секрет может таиться в том, откуда они взяты. Ведь пуповина на самом деле связана с плодом. Здесь есть о чем задуматься. Если плод инородное тело в организме матери, тогда почему он не отторгается? Доктор Кон и ее команда считают, что пуповина обладает уникальными свойствами, которые позволяют плоду спокойно развиваться в утробе матери. И стволовые клетки пуповины тоже обладают этими свойствами. Я считаю, если клинические испытания окажутся успешными, это очень поможет больным гемофилией. Особенно в развивающихся странах, где люди не могут позволить себе соответствующее лечение. Чуть позже. Тонкая и хрупкая пуповина снова творит чудеса. Вы станете свидетелями того, как стволовые клетки пуповинной крови лечат одну из самых серьезных гематологических болезней. Дети. Самое большое чудо жизни. А иногда и ее источник. Доктор Уильям Хванг – главный врач Сингапурского банка пуповинной крови. Пуповинная кровь – это то, что остается после родов. Но для доктора Хванга здесь все только начинается. Когда ребенок появляется на свет, пуповина, соединяющая мать и ребенка, разрезается. Внутри пуповины находится кровь, которая может спасти чью-то жизнь. Ребенку она больше не нужна, но кому-то другому еще может пригодиться. Забор крови – первое, что должна сделать акушерка. Потом кровь отправляется в банк, где начинается напряженная работа. Сначала ее проверяют и измеряют объем. Потом белые кровяные тельца, которые имеют наибольшее значение, отделяют от красных и плазмы. Именно в них находятся спасительные стволовые клетки. Затем их помещают в цитометр для подсчета жизнеспособных клеток. В банк помещают именно эти клетки. Хранятся они в специальном помещении в криоконтейнерах с жидким азотом при температуре минус 190 градусов по Цельсию. Там они хранятся до тех пор, пока не понадобятся кому-то для пересадки. Пуповинная кровь в основном используется для лечения гематологических болезней. Лучше всего для замены клеток, измененных болезнью или генетическими отклонениями, подходят здоровые клетки другого человека. Но и возможности пуповинной крови не безграничны. Она отлично подходит детям, в отличие от взрослых, которым нужно гораздо большее ее количество при пересадке. Это и составляет один из приоритетов исследований доктора Хванга. Пуповинная кровь широко применяется, когда речь идет о детях, которым нужна небольшая доза донорской крови. Для взрослых же не всегда есть достаточное ее количество. Ученые во всем мире работали над тем, чтобы выращивать в питательной среде клетки пуповинной крови в достаточных объемах. Но пока никому не удавалось найти решение. И тут в дело вступает команда доктора Хванга. Для культуры пуповинной крови они намерены использовать две уже существующие методики. Первую разработали в университете Джона Хопкинса. В ее основе лежат мезонхимальные стволовые клетки, или МСК. Мезонхимальные стволовые клетки – уникальный вид клеток. Если выращивать их в питательной среде, они образуют пласт. Эти клетки обладают рядом особых свойств. Одно из которых состоит в том, что они способствуют росту клеток пуповинной крови, создавая последним благоприятные условия в питательной среде. Но ученым этого недостаточно. Доктор Хванг намерен использовать еще одну технологию. На этот раз из Массачусетского технологического института. Ее суть заключается в использовании двух видов белков, которые будто волшебным образом увеличивают клетки пуповинной крови. Соединив обе эти методики, мы не только в значительной степени увеличили количество клеток, но и улучшили их качество. Многообещающие результаты. И если в исследованиях доктора Хванга не случится ничего непредвиденного, очень скоро одна доза пуповинной крови сможет творить чудеса. Но хорошему работнику нужны качественные инструменты. Образцы для своей работы доктор Хванг берет из Сингапурского банка пуповинной крови. Джулиана только что подписалась на программу забора крови. И когда родится ее ребенок, ее пуповинная кровь, возможно, спасет чью-то жизнь. Я понимаю, что после рождения ребенка мою пуповинную кровь просто утилизируют. Зачем это делать, если она может послужить благому делу? Не важно, пойдет ли ее кровь для трансплантации или для исследований, она не пропадет даром. Доктор Хванг решил сосредоточиться на клинических исследованиях своей техники по выращиванию клеток пуповинной крови. Более 10 тысяч людей по всему миру уже вылечились при помощи трансплантации клеток пуповинной крови. И доктор Хванг намерен увеличить эти цифры. Все идет согласно плану. Сингапур желает стать мировым центром лечения стволовыми клетками. Но на этом амбиции этой страны не заканчиваются. Сюда обращены взоры многих известных ученых. Сингапурский банк стволовых клеток. Тут можно пополнить запасы материалов для исследований. Банк намерен стать одним из важных поставщиков стволовых клеток. Почему именно он? Два слова. Удобство и качество. В банке стволовых клеток самое главное – стерильность и непредубежденность. Это один из немногих банков в мире, работающий только по опробированным лабораторным методам. Это значит, что тут стерильные условия – жесткий контроль качества и хранение стволовых клеток. Все организовано четко и просто. Доктор Круг хочет облегчить работу ученых по всему миру. Представьте, покупка клеток через интернет. За 550 долларов США можно получить одну соломинку со стволовыми клетками человеческого эмбриона высочайшего качества. И все это одним нажатием кнопки. Я уверен, что со временем ученые смогут доказать очевидные выгоды использования стволовых клеток на всех уровнях. Стволовые клетки – совсем крошечные, но очень сильные. Стволовые клетки поповинной крови оказались эффективным лечением некоторых серьезных болезней человечества. Сравним ли потенциал стволовых клеток поповины и эмбриона? Это мы узнаем через некоторое время. Ученые настойчиво продолжают свои исследования. К счастью, число вовлеченных в них людей только увеличивается. Некоторые из них совсем не походят на героев. Программа подготовлена к показу компании SDI Media. Перевод. Марины Михальченковой. Текст читал Дмитрий Шандро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова